Солнце и Луна На самом деле это сирюсианский спутник, который прилетел из сирюсианской системы для того, чтобы вернуть Земле ее орбиту, потому что Земля начинала уходить со своей орбиты с 360-дневной, переходить на 365-дневный цикл, а потому что Солнце-то вращается вокруг Земли, и нужно было создать такую систему, так же, как и Луна, чтобы это был единый организм, как часы, чтобы все работало. И если вы посмотрите на небо, то вы увидите, действительно, часы эти работают. На востоке восходит Солнце, а Луна в это время прячется на западе. Вечером вы ходите, если совпадают лунные сутки, то Луна появляется на востоке, Солнце уходит на запад. Они по кругу ходят, как супруги, он и она. И Луна, ее можно уподобить минутной стрелке часов, а Солнце — часовой стрелке. Почему ход Солнца замедленный? Оно ходит эпохально. 360 градусов — это солнечный год, 25 920 лет, а каждая эпоха — это 2160 лет. В течение 2160 лет проходит всего-навсего 30 градусов, если смотреть по небосводу, понимаете? А Луна, она бегает, как минутная стрелка, очень быстро. Лунные сутки — 28-29 дней примерно. А Солнце целый месяц идет. И вот точно так на небосводе времени, вот видите, эпохи разворачиваются, солнечный год, 2160 дней. И вот сейчас пройден вот такой круг, и плюс еще половина такого круга. Получается, что мы на стыке эпох Лев-Водолей, Лев — это приход Исиды, Осириса, Гора, Тота, Сета, и Водолей — явление Матери Мира. Матерь Мира, эпохальный учитель эпохи Водолея, переводит человечество на новый уровень и дает знания, знания жизни в первую очередь. Итак, вся система искусственно создана сирюсианскими божествами. Не случайно поэтому и пришлось здесь Матери Мира завершать. Вот видите, картина «Жена Ориона». Вот Исида, Матерь Мира, та, которая, жена Ориона, жена своего супруга Ориона Осириса, держит в центре мироздания пирамиду своими окровавленными крылами, уберегает от зла. А над ней Сириус и Орион. А над ней Сириус и Ориона. Субтитры создавал DimaTorzok